Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Наверное, за многом мой ответ будет привлекаться к тем, что вам уже ответили некоторые мои коллеги, но тем не менее. Итак, в жизни сложилась такая ситуация, что я больше не могу находиться в прежнем окружении так называемых друзей и знакомых. Как правило, подобные ситуации происходят тогда, когда человек находит для себя что-то интересное, новое. Как правило, подобное происходит, когда человек, условно говоря, перерастает определенных людей. Такое случается, такое происходит и это нормально. Ладно, немножко другое. Важно то, я бы сказал, куда вы растёте. То есть у меня почему-то появилось такое ощущение, что вы вроде бы растёте, да, вроде бы развиваются. Но в то же время, развитие, оно у вас не сформировано, что ли, оно не осознаваемо, что ли. Потому как даже в своём тексте вы пишете, что так сложилась жизнь. Не я что-то поняла, что-то почувствовала, а так сложилась жизнь. Как минимум, здесь требуется работа, чтобы понять, как вообще это всё происходит сейчас. Что сейчас вам более интересно или не интересно. Конечно, я могу с учётом специфики, если мы были на консультации, я бы просто задал вам вопрос. Но с учётом специфики я могу предположить, что вопрос не надоело. То есть снова ничего не появилось. Ощущение, что вы чем-то увлеклись, что вы переросли людей, нет. А вот то, что вам что-то надоело, это ощущение есть. Если исходить из этого, то да, в какой-то степени, конечно, это может свидетельствовать о том, что вам просто не очень подходит то, что вы описываете. То есть люди, досуг их и так далее. Вам это просто не очень подходит. Но с другой стороны, это означает всё равно некоторое экзистенциальное голодание. То есть это означает, что вы, по сути дела, пробуксовываете. Вот. То есть, ну, идёт пробуксовка, идёт топтание на месте. Вот. И проблематика, которую вы описываете, возникает в том числе и в контексте того, что вы не особо-то знаете, а куда я иду, куда я иду, что я делаю. Вот. Будь вы более уверены в себе, в своих силах, ситуация, может быть, была бы легче. Ну, по опыту могу сказать, что она точно-точно была бы легче, потому что, когда человек, ну, более осознанно действует, да, когда человек понимает, что-то, что-то происходит, как-то вот уверенности в этом смысле становится побольше. И, соответственно, легче доносить до человека свою позицию. Сейчас мне кажется, что ваша позиция, она связана с тем, что между вами и вашим мужем, опять-таки, за счёт того, что не выстроены личные границы, может быть, в силу как раз-таки непонимания вами, куда вы идёте, может быть, в силу каких-то ещё причин. Вот. Возникает конфликт, потому что, во-первых, мы не привыкли отделять мужа и себя друг от друга, во-вторых, вы, вероятно, испытываете чувство вины перед ним или чистого долга, либо перед ним, либо когда он обижается на вас. Вот. И... Вот, в-третьих, вы как-то реагируете на конфликт, то есть вы вносите в этот конфликт свой вклад. Вот. А дальше... Я, честно говоря, не очень понял, аноним, почему вы пишете, что он не спешит избежать, избегать общения и встречи, не... о-о-о-о-о... Замечая... тоже, что его есть. То есть, не означает ли это, что вы... о-о-о-о... О-о-о... О-о-о... Требуете от него... О-о-о... О-о-о... Чтобы он тоже избегал. Мне кажется, что у... Людей, э-э-э-э-э-э... Есть, как-э-э... Личное пространство, Включающее... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о... Ну... В том числе... раздельных людей, раздельную компанию. А у вас получается так, что, ну, вы, по крайней мере, транслируете мысль, что компания должна быть общая, не позволяя мужу находиться в своей компании, а вот, а мужу в своей, то есть вы требуете от мужа бросить эту компанию, потому что, ну, вы родите больше мероприятий с этими людьми. Ну, мне кажется, вы здесь не можете отделиться немножко от мужа и позволить себе быть в своих интересах среди своих людей, среди своей компании, а мужу в своих интересах среди своих людей и своей компании. Вероятное, потому что боитесь остаться одной или не очень уверены в себе, либо не доверяете мужу, то здесь проблема доверия. Какая именно из проблематиков вам ближе, нужно выяснять, но, так или иначе, прежде чем вам решать, как собависти, нужно тщательно во всём разобраться, вот уже тогда можно будет говорить о принятии решения. Ну, я думаю, что в процессе работы вы сами к этому решению естественным образом придёте. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго до конца. До свидания. До свидания.